Папа и мама у меня спортсмены. Папа большую часть жизни жил в Волгограде. Потом по перераспределению он поехал во Владивосток, встретил там мою маму. Папа пловец, мама художественная гимнастика, этот союз самый оптимальный. Сначала появилась сестра на свет, потом появился я. Папа начал работать в бассейне, поскольку он сам кандидат в мастера спорта во плавание. Я начал ходить вместе с ним в бассейн с самого детства, с 4 лет. С 7 лет я начал заниматься в спортивной школе «Спартак». Занимался я там до 10-11 класса. В это время я выиграл много соревнований краевых. Я был чемпионом города, чемпионом края, чемпионом Дальнего Востока. Медали, когда спрашивают сколько, ну больше 100 точно. Хотя это не показатель, соревнования бывают разные. То, что касается всероссийских соревнований, туда, к сожалению, или даже, может быть, в итоге к счастью, я не попал. Потому что если бы я попал в более серьезный спорт, то, скорее всего, меня бы не было сейчас здесь. Я бы не тренировал. Я хочу поблагодарить своих тренеров. Зинюк Евгений Николаевич, Данильченко, Наталья Николаевна и Дмитрий Валерьевич Перепелица, который довел меня до вершин спортивного мастерства. Иванин очень много, можно говорить, он разносторонний человек и многогранная личность. В моей практике у меня только положительные эмоции вот этого человека. Как сотрудника, как просто человека в жизни. Поскольку в Олимпийскую сборную и сборную России по плаванию не попал, есть такой вид спорта, называется морское многоморье. Туда входит 5 видов бег, плавание, стрельба, гребля на ялах и парусные гонки на тех же ялах. Как уже впоследствии выяснилось, такой человек называется мультиспортсмен, который занимается всеми видами спорта всю жизнь. У меня это практически сразу получилось. То есть, не имея никаких разрядов, месяц соревнований, друг за другом шедших, там их было 3 соревнования, Я сходу, не выступая нигде, к концу месяца выполнил норматив мастера спорта. И следующие 5 лет, с 11 класса по 5 курс университета, все мои основные международные успехи и звание мастера спорта международного класса, который я получил, было связано с морским многоборием. То есть, я неоднократно выиграл в 5 России, был чемпионом Европы, чемпионом Кубка мира в составе команды сборной России лично. Там у меня, наверное, пик моей спортивной карьеры в школьном и студенческом возрасте. Последние свои профессиональные соревнования у меня были в 2009 году. Как раз я заканчивал 5 курс, и это был такой переломный момент, когда ты понимаешь, что это черта, а за ней не овраг и не кочка, а просто пропасть, где вообще ничего не понятно. На тот момент я понимал, что зарабатывать деньги в спорте у меня не получается. И я понимал, что вот эта жизнь сейчас закончится. Что я только не делал, основой это, конечно, я занимался мультимодальными перевозками, попробовал себя в логистике, в модельном бизнесе. Недолго, но пробовал в танцах. Также я работал переводчиком английского языка, был разнорабочим, занимался ландшафтным дизайном, наклейки, газеты разносил, что только не делал. И в какой-то момент понял, что без спорта все-таки моя жизнь, она будет тяжела и скучна. После университета я переехал в Москву, к концу третьего года, я понял, что хочется снова заниматься и выбрал из тех видов спорта, которые я, скажем, не знаю, совсем далекий от меня. Это восточное единоборство. Так получилось, что мой тренер, он и до сих пор и тогда был директором и мастером восточных единоборств. Всем добрый день. Я являюсь руководителем суперкомплекса «Изумрудный». Мы работаем в структуре морского спорта, бассейн открылся в 2009 году, ну и как бы сразу мы взяли направление на детское плавание, поэтому у нас такое большое количество детских групп. Тренировки у нас очень хорошо проходят, а соревнования вообще шикарные. Иван Алексеевич воплощает в работу то, что другие тренирования готовы воплощать. Для меня он просто Иван, потому что появился он у меня сначала как ученик. Я ввел здесь секцию единоборств, и он пришел, и, конечно, сразу выделился из всех своим телосложением, трудолюбием. Он выступал у меня на соревнованиях, был чемпионом России по различным видам единоборств. Давалось ему любое задание, и он всегда его доводил до совершенства сам. Два или три года спустя я стал чемпионом Москвы и чемпионом России по кондицу. И на этом фоне Михаил Владимирович предложил мне попробовать себя в качестве тренера, в чем я очень долго сомневался и говорил, что это не мой путь совершенно. Я как спортсмен, да, я люблю заниматься, но как тренер я никогда даже не думал об этом. В виде его трудолюбия и выяснив то, что он еще и является мастером спорта международного класса по многоборью, куда входит плавание, естественно, со временем я ему предложил заниматься здесь в бассейне с детьми плаванием, что он с удовольствием и воспринял. Буквально там в короткие сроки, в год-два стал лидирующим тренером. В какой-то момент мне позвонил человек и предложил, чтобы я позанимался своим ребенком. Хотя я совершенно даже и забыл, что же в объявлении там висит. Приехал, в итоге после первого занятия понял, что это мое. Вот сразу же. И это не получается, здесь нужно исправить. И я понимаю, что я с большим интересом думаю о том, чем я сейчас занимаюсь. Просто с большим интересом. Потому что чаще всего люди, которые работают на своих работах, очень часто они находятся не там, где надо. И мы очень часто боимся себе в этом признаться. И вот уже с 2011 года работаю здесь тренером-инструктором по плаванию, по карате. И не собираюсь останавливаться. И благодарен Господу Богу за то, что он поставил меня в нужное время, в нужное место, там, где я сейчас нахожусь. Не раз видел Ваню на бортике. Оставались только самые приятные впечатления от его работы, от его отдачи. От того, как он преподносит для детей задания только позитив и профессионализм. Из самых крупных достижений под моим руководством было воспитано три кандидата в мастера спорта. Мальчик, который входил в 2016 году в десятку лучших спортсменов Москвы. Плавание выбрали так, как этот вид спорта развивает все группы мышц, плюс закалка организма. Первый год были очень большие трудности у ребенка в плане коммуникации. И очень большая благодарность Ивану Алексеевичу за то, что находит подход к каждому ребенку. Сейчас у меня остановит поток детей от 6 до 12 лет. Есть ребята старше, есть группа, которая занимается каждый день не по два раза. Он у меня самый преданный, можно так сказать, тренер. Иногда он бывает строгий, иногда очень веселый. Спортивным планом я занимаюсь лишь год, и этот год я провела Ивана Алексеевича. Много детей, которые сейчас у меня занимают первые призовые места, вторые и третьи по различным московским турнирам и соревнованиям. Кубок Золотого кольца в Костроме, открытый кубок Крима по плаванию. Мы выступаем на Кубке чемпионов, на Кубке ВИТО. Масса соревнований, на которых ребята из оздорительного комплекса измрудные. На равных соревнуются, а иногда даже и лучше, с ребятами из спортивной школы. Как так получается? Было бы желание ребенка, родителя, а тренер всегда готов. Я выражаю благодарность нашему директору Михаилу Владимировичу Островскому и замдиректору Марату Хасановичу Архстангалиеву за их активную поддержку, за их помощь. Потому что если бы не они, у меня бы мало бы что получилось. Мне всегда была непонятна фраза школьная «повторение мать учения». В плавании, когда я начал заниматься тренерской деятельностью, я понял эту пословицу «как нельзя лучше». Потому что, глядя на то, как твой подопечный выполняет твои задания, я стал понимать, а насколько вообще я правильно всю жизнь делал это сам. И в этот момент я понял, что я очень хочу попробовать плавать снова. С 2014 года я стал потихонечку приводить себя в форму. Просто второе рождение в плавании – это плавание на крепкой воде. В частности, команда «Х-Вотерс» с 2016 года организовали заплыв. Первый через Волгу участвовало 400 человек. В этом году, где я тоже принимал участие и занял третье место, было 1800 человек. Иван, он молодец. Он не только тренирует детей, но он всегда занимается саморазвитием. Причем в разных областях. Вы знаете, что он постоянно выезжает на различные соревнования, участвует в сумасшедших заплывах. Я бы просто не вошел бы в эту погоду, в эту воду. А он еще плывет по 10, 12, 20 километров и умудряется побеждать и там. Поэтому, конечно, как тренер, как пример, он великолепен. Огромное количество детей, родителей, которые хотели бы заниматься под руководством именно Ивана. Было очень сложно попасть. Отбор мы прошли. Тренерам мы очень довольны. Тренер дает очень много полезной и нужной информации. Желаю всем, чтобы всем так повезло с тренером, как нам. Поскольку основная моя работа тренер, она подразумевает в себя еще и организаторские способности. Начиная с тех единиц детей, которые у меня есть, потом должен их организовать как группу, чтобы они добивались успеха. Я должен еще организовать вокруг них хорошее поле, хороший плацдарм для того, чтобы как минимум вид спорта плавания активно развивался. За процессом всегда идет результат. Его ждут спортсмены, его ждут родители, его ждут тренера. Поэтому с самого начала за основу мы взяли это проведение соревнований. Соревнования проводим два раза в год. Последние четыре года мы проводим не только соревнования на уровне своего бассейна, но и участвуем в окружных соревнованиях. Соответственно, спортсмены получают разряды. Когда мне предложили стать главным судьей наших местных соревнований, подумал, что это что-то новенькое, было страшно, хотелось стать никицем, что мне это не касается. Иван сразу как бы с удовольствием взял в руки организационный момент. Начальство есть начальство, пришлось этим заниматься. И как впоследствии я для себя открыл, что это большущий полоксдарм, который позволяет мне открывать себя с разных сторон. Подготовить соревнования не просто подготовить спортсменов. Необходимо подготовить кучу бумаг, необходимо добрать правильных судей, создать спортивную обстановку, чтобы соревнование приносило подъем. И душевный, и духовный, и физический. Я ему дал кармбланш на творчество. Ему удается делать соревнования просто шоу. Неоднократно на мне лежала главная ответственность за проведение соревнований в рамках нашего бассейна, в рамках нашего района. Окружные соревнования, где я был организатором и представителем. Общество инвалидов давно взаимодействует с бассейном из Умрудной. Каждый год мы проводим соревнования по плаванию среди людей с ограниченными физическими возможностями. И как всегда, нашим главным тренером и нашим главным судьей одновременно будет Иван. Также Иван приглашает звезд российского плавания. Как пример для детей, чемпионами можно быть. Также проводят мастер-классы с этими чемпионами. К нам приезжали на соревнования такие люди, как заслуженный мастер спорта Олег Тихобаев, Андрей Сердинов, Александр Сухоруков, Евгений Кратышкин, Григорий Фалько. И я считаю, главным мерилом здесь всего можно только увидеть блеск в глазах детей, то есть тот энтузиазм, который они получили. Позитив и желание идти вперед. То есть на твоей совести, на твоей ответственности лежит провести хорошо соревнования, устроить хороший праздник. Надо, чтобы все получили хорошие, положительные эмоции, подарки и призы. И все это нужно скомпоновать. Основное это заставить людей, для их же пользы, жизнь любить. Вот это самое главное. Потому что когда ты зажигаешь искрку в человеке, будь то ребенок, бабушка, дедушка, родители, с каждым годом становится все больше. Потому что мы приглашаем сюда и звезд, и Дарта Вейна, и чемпионов мира. И даже они с нами плавают и уступают. Для детей это вообще просто необычно. Вот он участник Олимпийских игр и плывет со мной в заплыве. Можно прикоснуться к мечте. Он меня удивляет, конечно, своей трудоспособностью. Он здесь в 7 утра уже плавает и в 11 еще плавает. Когда он спит, я не знаю. А может, ему и не обязательно. Мы его тоже этому обучали, чтобы можно было минимально спать. Может быть, все-таки ему сейчас хватает и 2-3 часов для сна. Первые соревнования, где был главный судья и где на меня возлагалась ответственность организовать мероприятие, прошли вот в том ключе, в котором обычно проводятся соревнования. После этих соревнований я понял, что надо это дело усовершенствовать. Первое – это честное судейство. По его инициативе даже приобрели дорогущее табло, которое сейчас висит на зале. И, конечно, его творчество в организации соревнований. Все начиналось с обычного старта, с одного бассейна. Теперь к нам на соревнования два раза в год приезжают четыре бассейна. Пока это в рамках нашего района. Думаем о том, как правильно организовать лигу плавания, сделать специальный формат, чтобы на ней мог участвовать каждый. Потому что участвовать в спортивных соревнованиях в рамках спортшкол для оздоровительных комплексов – это тяжело. Есть масса других бассейнов, которые занимаются сами по себе. И вот наша задача – объединить под единым регламентом, под единым форматом соревнований, сделать хорошее освещение соревнований, чтобы было интересно. Каждый год Иван Алексеевич предлагает разнообразить наши спортивно-массовые мероприятия тем или иным способом. И придумывает что-то новое на каждой вид соревнований. Даже ребята, которые, скажем, старой школы, вот они приходили, смотрели, то, как мы устраиваем гладиаторские заплывы, борьбы на выбывание, заплывы с чемпионом. Но они сами были удивлены, почему так не происходило у нас в детстве. Мы должны расти, мы должны развиваться и преподносить вот это полезное дело вот в таком свете. Уже есть демо-версия программы, которая заносит результаты каждого пловца из разных бассейнов, чтобы мы носили в базу, и чтобы потом можно было по каждому бассейну отдельно посмотреть, какой пловец там сейчас идет лидера, у кого там лучший результат сезона, скажем, в рамках наших бассейнов. Вы помните фильм «Маловато кольчушка»? Иван уже, конечно, перерос этот бассейн. Ему бы тренировать в сборную на уровне округа, а может быть на уровне Москвы. Методики правильные. Когда его воспитанники выступают со спортшколами, они часто побеждают. Значит, у нас уже не просто оздоровительное плавание, у нас уже спортивное плавание. Поэтому Ивану по своему направлению надо развиваться и развиваться. Начинал у меня, буду думать, как его развивать дальше. Мало людей, которые полностью сейчас отдаются спорту. А он не просто отдаётся спорту, ему очень нравится получать результат от детей. Сколько лет я знаю Ивана Алексеевича, человек каждый год растет. Не останавливаясь ни на секунду, ни на день, ни на час, он постоянно работает на улучшении результата. Всё, что мы умеем делать хорошего, всю пользу, которую мы приобрели от нашего взрослого поколения, обязательно должны передать это детям. Жизнь должна у них кипеть. И я уверен, что у нас всё получится. А вы сеть монет, объединяйтесь, ура! Главное – продолжать движение. Нет предела совершенства. Что без пей, что мне боль, что мне боль, не боль, и 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 боль. О, ты домой!